Здорово, что у нас получилось с первого раза. Давайте посмотрим, а где мы могли ошибиться. Во-первых, мы могли взять и поставить поменьше нейронов в нашем единственном скрытом слое. Поставим, например, один нейрон. Что будет в таком случае? Передаем параметры нейросети в оптимайзер. Можно еще раз инициализировать lossFunction, это ни на что не влияет. И обучимся заново. Видите, если всего один нейрон, то у нас получается практически линейное предсказание. Наверное, одного нейрона недостаточно, наша нейросеть не очень сложная, она не может предсказать сложную функцию. Давайте добавим еще нейронов. Давайте возьмем и поставим сюда двоечку. Вот уже немножко получше, у нас получился уже один изгиб. Хорошо, у нас есть один изгиб, давайте продолжать увеличивать количество нейронов. Давайте сразу поставим тут, например, 4 нейрона. Смотрим, что это нам даст. Смотрите, оказывается, некоторые вещи нейросеть хорошо угадывает, некоторые не очень. Но мы можем заметить интересную закономерность. Чем больше нейронов мы используем в скрытом слое, тем больше изгибов у нашей итоговой функции получается. Если вы представите эту нейросеть, то это простая сумма сегмоид. В нашем скрытом слое есть n сегмоид, здесь это 4 штуки. Если их просуммировать, то получится не так уж много горбов. То есть, 2 сегмоиды могут дать нам 1 горб нашей итоговой функции. 3 сегмоиды, соответственно, больше горбов. И так как у нас тут есть максимум 10 горбов, давайте поставим количество нейронов 10 и посмотрим, хорошо ли обучится наша нейросеть. Ну, видим, что практически идеально обучилась. Есть некоторые места, где она обучилась плохо. Видимо, 10 сегмоид не хватает. Но это частый случай, когда мы создаем нейронную сеть более сложную, которая может аппроксимировать более сложные функции, чем та функция, которую мы имеем. Переусложнение нейронной сети – это не всегда плохо.